Что делать, если у вас нет кнопок нужного цвета, а вам нужно срочно? И в магазин бежать ну просто некогда. Сейчас покажу, как можно быстро и круто решить эту ситуацию. Я шил себе куртку на весну черного цвета, и уже в финальный этап нужно ставить кнопки, а черных у меня не оказалось. Я просто обшил этой же тканью, из которой у меня куртка. Так получилось даже круче. И сделать это проще простого, повторить сможет каждый. Вырезаем кругляшок ткани чуть больше, чем сама кнопка. Миллиметров на 4 с каждой стороны. И просто иголкой с ниткой делаем вот такую строчку по кругу в 2 мм от края. Когда прошили по кругу, затягиваем на кнопки. И прошиваем хорошенько, чтобы не распалась вся конструкция. Должно получиться вот так. Ставим кнопку на куртку. Раз кнопка в цвет куртки, она становится незаметной. Только обшивать кнопки, мне кажется, нужно из тонкой ткани. Например, из мембраны или софт-шелл не получится. Потому что они очень плотные и будет не очень красиво. Но вы можете попробовать. Вдруг у вас получится. Меня тут спросили, как поставить кнопки с помощью пресса. Ведь там целых 4 насадки. Сейчас расскажу, ты пока сохрани это видео, чтобы не потерять. Запоминай, какая часть кнопки с какой насадкой. Но сначала сделаем отверстие под кнопки. Нужен пробойник и вот такая подложка металлическая. Пробиваем отверстие. Вот эта наружная часть плоская. У нее насадка тоже плоская, она ставится вниз. А это ее вторая часть. У нее вот такая насадка и она вкручивается вверх. После того, как поставили эту часть, снимаем насадки и одеваем следующее. Вот это то, что побольше, она будет снизу. У нее вот такая насадка. А часть, которая сверху, у нее соответственно вот эта насадка с резиновой частью. Ну или силиконовой, не знаю, что это конкретно. Ставим кнопки и проверяем, чтобы все работало. Сейчас расскажу, как обработать разрез на ковке или штанах. Да вообще, на чем угодно можно обработать таким способом. Хоть на блузке. И можно это сделать простым способом. Буквально за 3 минуты. По сути, вам нужна будет только лишь киперная лента или любая другая лента. И придется сделать всего лишь пару швов прямой строчкой. Просто повторяй за мной. Я специально прошил ниткой другого цвета, чтобы тебе было понятнее. А ты все сделай то же самое, только ниткой в цвет основного материала. И у тебя получится шикарный результат. А чтобы узнать больше швейных лайфхаков и попасть в наше швейное комьюнити, переходи ко мне в сторис, я оставил там ссылку. Сейчас покажу, как отмыть машинку от пятен такого типа. У меня есть вот такое средство с кисточкой. Стоит около 800 рублей. А хватает года на 3. Просто наносим средство на поверхность. Накрываем обычным полиэтиленовым пакетом сверху. И оставляем на 20 минут. Пускай средство поработает немного само. Потом просто протираем чистой тряпочкой. Смотрим как было и как стало. Мне кажется это идеальное средство. Кстати, можно также отмыть посуду. Я сейчас покажу примерно сковородке. Она сейчас вот в таком состоянии. Наношу средство. Закрываю пакетом и оставляю на 20 минут. Протираю обычной тряпочкой. Вуаля! Ничего скоблить не нужно. Было вот так, стало так. Можно еще разок это проделать и будет вообще идеально. Наверняка твоим знакомым будет интересно такое узнать. За это тебе вообще огромное спасибо от меня. Такой карман врезать в куртку или кофту очень легко. Давай я тебе расскажу, но сначала ты на меня подпишешься. Ведь у меня много полезного контента в профиле. Для начала определяем какого размера будет вырез под карман. У меня это примерно 15 см на 1,5 см в ширину. Потом вырезаем из этого же материала дополнительную полоску ткани. С запасом по несколько сантиметров с каждой стороны. Рисуем на ней ровную рамку под вырез. Прикладываем к основной детали иголочками в то место, где будет карман. Прошиваем прямой строчкой по контуру. Делаем разрез по середине. А в конце делаем уголочки. Выворачиваем, проутюживаем на изнаночную сторону. Пришиваем молнию к припускам, которые остались с обратной стороны. Потом пришиваем к ним же мешковину. И прошиваем мешковину на оверлоке. Если нужен подробный урок, могу снять на ютубе. Интересный способ обработки лампасов, чтобы костюм выглядел более современно. У меня есть много крутых идей для тебя, так что загляни в мой профиль и подпишись. Для такой обработки выкроете даже не придется ничего менять. Выкраиваем костюм без каких-либо изменений. Но к деталям лампасы прошиваем петельки из репсовой ленты. Или можно их сделать из основной ткани. Делаем отстрочку по детали вдоль лампаса. А дальше собираем костюм на оверлоке. И когда уже костюм готов, вдергиваем шляпную резинку накрест в сделанные петельки. А как вам такая обработка лампасов, согласитесь, выглядит круто. Я видел в тиктоке, как девчонка шьет брошь из бисера. И выглядело это прям супер. Я решил тоже попробовать. Нашел ткань попрочнее, распечатал свой логотип на принтере, вставил в пяльца и нехитрыми движениями тонкой иголки и обычной нитки с бисером я начал вышивать логотип поверх. Вышивал, кстати, часа три. Формат вроде не такой большой, а работы много. Затем я обратную сторону намазал клеем, чтобы если вдруг что, то не распалось. Затем вовнутрь вклеил кусок пластика от папки для бумаг. Тогда все схватилось на обратную сторону. Я пришил липучку. Где брать идеи? Во-первых, вы должны много всего смотреть в этой сфере, чтобы вырабатывать насмотренность. Смотрите за конкурентами, за большими брендами. Смотрите, какие вещи они шьют, какие фишки используют, какие цветовые решения. Во-вторых, ходите по магазинам с вашей любимой одеждой. Смотрите, трогайте, щупайте. Визуализируйте в голове. Если умеете рисовать, то лучше зарисовать, что вы придумали. Я рисовать, к сожалению, не умею, поэтому все свои идеи я подробно описываю в блокнот. Можете сохранять картинки с Пинтереста, с крутыми идеями. Там их миллионы. И самое главное, берите чужие идеи. Что-то изменяйте, что-то добавляйте своего. И так рождаются новые идеи и вырабатывается свой стиль. Ведь если не начать повторять за другими, то вы и не начнете делать своего. Все может измениться в один момент. Ваша насмотренность сложится в один пазл. И вы будете делать вещи, не похожие ни на чьи. Как мне недавно написал один очень крутой дизайнер одежды, все уже давно придумано до нас. Как хранить разные шнурки и ленты. Можно все в одной большой коробке, но потом будет неудобно каждый раз искать. Сохрани это видео, потому что я уверен, что мой способ тебе понравится. Я купил вот такую обычную москитную сетку и сшил из нее вот такие мешочки на затяжках сверху. Разложил по ним стропы, репсовые ленты, киперные ленты, шляпные резинки и так далее. Такая москитная сетка стоит в мире тканей около 100 рублей за метр. Из нее можно сшить где-то 10 пакетов в зависимости от размера. Круто, что они почти прозрачные и видно, что внутри. А теперь рассказывай, как ты хранишь все свое добро. Какую швейную машинку купить, если ты только начинаешь шить? Шить можно на любой машинке, например, вот на такой. Или даже на такой промышленной со столом. Или вот на этой, которая уже почти 150 лет. Но дело-то ведь не в машинке. Если ты не знаешь, как шить, то ты не сошьешь и на машинке за 300 тысяч. Если нет какого-то понимания поэтапного процесса, то ничего не получится. Ведь дорогая машинка тебе не даст никаких гарантий, что ты начнешь хорошо шить. А хорошо шить можно вообще абсолютно на любой машинке. Я себе заказал на Wildberries вот такую ручную швейную машинку всего за 330 рублей. И в следующем видео я покажу, что и на ней можно очень хорошо шить. Ведь главное желание. А как ты считаешь, что необходимо для того, чтобы хорошо шить? А вообще интересно, на какой машинке вы шили первый раз? Во-первых, в мире существует тысячи машинок. И я без понятия, какую выбрать лучше, я шил всего лишь на трех. Во-вторых, если вы не умеете шить, то какая разница, на какой учиться шить? Я учился вот на этой машинке. Она довольно старенькая, стоит около 5000 рублей и шьет так себе. Если есть желание, то можно научиться шить вообще на любой машинке. Так что начинай именно сейчас с тем, что имеешь. Я именно так и сделал. Когда научишься более-менее шить и поймешь, хочешь ли дальше продолжать, тогда и выберешь себе новую машинку для нужных задач. Сейчас расскажу, почему термопресс лучше утюга. Конкретно у меня самый большой термопресс из ручных бытовых моделей. Размером 25 на 30. Есть модель поменьше и совсем маленькая. Термопресс нагревает рабочую поверхность целиком и одинаково равномерно. А утюг это делает неравномерно, поэтому термотрансферы приклеиваются с одной стороны нормально, с другой нет. А потом бывает такое, что они отпадают. А прессом приклеиваются так хорошо, что в них даже видно структуру ткани. И они уже никуда не денутся. Включить термопресс можно удержанием в 3 секунды вот этой кнопки. Есть всего 3 настройки. Можно настроить температуру, до которой нужно нагреть и таймер. А еще можно выбрать вид вибрации. И если нажать плюс и минус одновременно, температура сменится с Цельсия на Фаренгейт и обратно. В общем в использовании очень простой, разберется даже ребенок. Я на свой канал в Ютубе только что выложил подробное видео по этому термопрессу. Переходи смотри и обязательно напиши пожалуйста комментарий. Я на днях увидел в интернете вот такую приспособу для хранения ниток. И такой думаю, так я же ее сам смогу сделать. Я себе полку сделал со своим принтом, а такую штуку вообще проще простого. Пошел в магазин, купил бруски, примерно наметил как это будет, напилил нужного размера и собрал всю конструкцию. Я хотел прикрутить саморезы, чтобы на них вешать нитки. Но потом вспомнил, что мы часто заказываем роллы и палочек обычно привозят больше. Я их накопил кучу и вот настало их время. Просверлил под них отверстие и вставил все палочки, их как раз хватило. Потом начал навешивать нитки и понял, что у меня не влазит даже половина ниток. И было принято решение эту штуку для хранения оставить пока что вот здесь. Потом либо ее увеличить, либо сделать еще одну такую же. Я увидел в магазине магнит для иголок, он стоил 250 рублей. Что-то дороговато было, думал я. И нашел дома магнит, обшил его плотной тканью. Потом появились лишние деньги и я все-таки купил нормальный в магазине. А когда у меня еще не было грузиков, я купил самые большие шайбы в строительном магазине. Взял сразу по несколько штук и обмотал их веревкой. Пользовался какое-то время таким вариантом, пока не было денег. Но потом психанул и заказал нормальный. Ссылку оставлю в описании. Суть в том, что на оборудовании, которым ты работаешь каждый день, лучше не экономить. Работа должна приносить хорошие эмоции. А как вы заменяете грузики и магниты? Интересны ваши варианты. Вот это приспособление для вдергивания шнурков. А вот эти пошире для вдергивания лент разной ширины. Или резинки в пояс, например. Преимущество в том, что резинка внутри не перекрутится и ее не надо будет поправлять. А если вдергивать булавкой по старинке, то потом либо замучаетесь выравнивать, либо будет неудобно носить, потому что резинка будет перевернутая. А теперь запомни. Ты теперь портной. Ты теперь в мастерской. А все вокруг клиенты. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...